Друзья, я рад вас всех приветствовать на канале Esquerda Offroad. С вами Константин и мы с вами находимся на первом этапе чемпионата Краснодарского края по джип-спринту. Вот, теперь у нас так называется чемпионат и вы посмотрите сколько участников сейчас всех покажу расскажу у нас новый организатор теперь наша дисциплина официально можно получать разряды мастеров спорта и так далее но можно катать и по так же как раньше просто любительские гонки много изменений буду постепенно рассказывать что-то могу забыть что-то потом вспомню и так самое главное теперь гонки у нас проходит в два дня стандарт стандарт про туризм light и него открытая в субботу и туризм спорт и экстрим который появился в этом году проходят у нас воскресенье как вы заметили у нас появилась новая категория туризм light что это такое туризм light это вот здесь представлены автомобили это так скажем лесные автомобили без особых доработок не на агрессивной сильно резине но есть и на агрессивной с лебедками но без вырезанных там сильно арок без там каркасов без дикого лифта без редукторов там портальных и так далее в общем вот эту все имеем туризм light то есть это грубо скажем лесные автомобили но мне кажется прям прикольно должны ехать они будут выступать перед него и то есть трасса еще сильно разбито не будет и поэтому вот все новые участники видели этих парней в ханской в январе месяце отлично едут уазы тоже к вышла категория стандарт и стандарт про кбр красная нива много новых машин всех не знаю у нас приехал автобусы с чечне автобусы и за кбр то есть много новых машин уас и not и так понимаете либо стандарт либо стандарт про очень сложно отличить чем отличается стандарт стандарт про то есть стандарт а абсолютно стандартные автомобили вот типо женина вода можно его там не блокировок нет колеса нужного размера стандарт про это идет уже более подготовки То есть машина стандартная, без лебедки, но может иметь блокировки, выведен шноркель и облегчение кузова некоторое. То есть вот по Ниве, наверное, еще пока решают, но можно определить. То есть в стандарте резать арки нельзя, в ПРО, скорее всего, арки будут резаны. И пока еще обсуждается. Дядя Женя. Чемпион чемпиона со своим штурмом Русланом. Ты обратно машину забрал, да, получается? Ты еще в том году все забрал себе. Ну, я ж не знаю. Уже помыть даже отдавали. Все, вот автомобиль в том году был продан, но в этом году вернулся к Жене и к хозяину. Ну, потому что ты только на нем можешь ездить так, как он должен ездить. Все. Автомобиль лютый. Джокер тоже хороший, УАЗ бодро едет. Вот такой автомобиль, без названия, но прикольно выглядит на агрессивной резине, как вы видите. Сейчас много вышло новой альтернативной резины, похожих на Сильвера. Это у нас Супер Стоун. Супер Стоун и в размере 31. 31 Супер Стоун Кракатрекинг. Не травленный, накачанный. Вот, на спайсерах, спайсерах и спайсерах. Пушка. Пушка в том году такой для машины был Новый год. Первый, точнее, год. По кузову, конечно, как вы видите, она немножко получила. Но Леха еще пока к ней, ну, мне кажется, где-то местами доделают. Есть технические какие-то проблемы. Но на трассе, как мы знаем, он, извините, едет отлично. Шаман. Местный автомобиль из Краснодарского края. Прикольно. И покрашен, и выглядит. Велес. Сальск, Ростовская область. Веном. Охотник. Болит в дворе, да, машины стоят. УАЗ на каркасе. Блин, очень много тачек. Очень много вообще незнакомых машин. Рагдар. Вот тоже на Лакессии получается. Резина Лакессия. Видите, отличие от Суперстоу над тем, что у него более разряженная шашка. То есть, вот три пальца смело стоит, и это небольшой размер. Это там даже, по-моему, 31-го нету. Здесь размер 30-го, может, даже 29-й. КБР, сера Нива в том году видели. Дебютант. Белая Нива с зеленой полоской в этом году первый раз выступает. Одна гонка у него была в Кирпильской, мы там не присутствовали. Адыгейская машина, сзади надписи Дегея. Тоже в том году ездил с багажником, в этом году снял. Я поймал Лехова. Давай, рассказывай. Все за тебя болеют, все так всегда любят, как ты едешь на все бабки. Что с тачкой? С тачкой, ничего, подготовились, все нормально. Конечно, хотелось больше всего сделать, но ничего. Расскажи, в том году как-то сезон закончился, ты последние этапы, мы тебя почти не видели, да? Ну, как-то не попадали. Там ты на СКФу уезжал. Что вообще, как в тот год прошел, не этап, а в тот сезон, да? То есть, в тот сезон как прошел вообще, на что рассчитывал, и все не так пошло? Ну, на то, что рассчитывал, у меня был основной упор на ЮФО. То, что я рассчитывал, какую цель ставил, того и добился. В ЮФО какое ты место взял? Первое. Первое в ЮФО взял. На СКФО? На СКФО нет, мы два этапа ездили, но неудачно. И край, ты в том году тоже... Край я тоже, кто не успел собрать машину, кто поломался, поэтому... Я понял, все, в этом году что, как? В этом году. На СКФО всегда боевались. Нет, а в какие этапы, чемпионаты будешь ехать? Край. В Чеха, да? Да. В Чеха, да? 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 Все, круто. Ну и, соответственно, РФС, ФНПР. О, РФС, ФНПР, да. Это те дисциплины, на которые я не ездил, мы не снимали, но такие они проходят, тоже там более как ориентирование, прохождение маленьких коротких трагедств. Да, но их тяжело снимать, просто их точки разбросаны, и их очень тяжело снять. Да, то есть очень сложно, это надо очень много операторов ставить на точки. Все, Лех, спасибо, удачи. До встречи на трассе. Так, категория Нивы открыта. Здесь пока все почти без изменений. КБР Нургали, наша красная, Зубастик, Шилка. С преснем своим штурманом. Ну, Леха ушел на Бамблби, получается, штурманить. Аватар выехал. В этом году уже взял первое место тоже в Кирпильской, и, к сожалению, нет гонки. Но вы можете посмотреть у Артура Парагоза, видео это и есть, гонки. Валера взял первое место. Так, Гризли, автомобиль из Павловской, Грейзи Фрок, знакомая, Шевик, удобная. Костя, здравствуйте. Здравствуйте, привет. Я на вас подписан, я вас в Ютубе смотрю. Спасибо, как зовут? Макар. Макар, давай, передавай всем привет. Да, спасибо, всем привет. Ты первый раз на гонки приехал, или уже был? Нет, нет, в первый раз мы уехали зрителями в Старопинску, и сегодня выступаем в Стандарт Плюс. О, класс, на чем выступаете? На Ниве. На Ниве, а где Нива? Какая? Там, ну. А, вторым рядом стоит, да? Какой номер? РТО, ой, 092, по-моему. О, 092, все, круто. Вон, вон, машет, машет. Класс. Все, давай, удачи. Ты штурманом будешь? Нет, я зритель, а вам тоже удачи. Спасибо большое, спасибо. Класс. Так, шевик. Шевик удобный. На 33 колесах. Так, как я купил шевик, я теперь буду болеть за шевик. Мне кажется, он в спринте прям должен круто поехать. Это у нас идет туризм, потому что колеса небольшие. Автомобиль мы этот раньше видели, и на ИФО. По-моему, он из Ставропольского края. Я могу ошибаться, ребят, честно. Ни все ничего. Так, небольшой рыбилк у Умки. У Умка в целом все осталось то же самое. Единственное, на двери у нее теперь новая наклеечка. Вот такой логотипчик с синими полосками. Еще вот, скорее всего, на лобовое будет, чтобы его было видно. Ну, вот Умка. Так, и автомобиль из Анапы. У парней есть свой канал 4х4 Анапа, так называется в Ютьюбе. Парни раньше занимались трофи-ориентированием, шопшукские дебри. Ездили на 31 колесах. А так как сейчас с ориентированием в крае очень грустно, они перешли у нас в спринты. И теперь на 33 колесах, на легких в СМП-дисках, на пневмоблокировках хардблок. Ну, и, естественно, лифты, арки порезали. Раньше они такие почти стандартные были. Так что первая дебютная гонка в спринтах. Посмотрим, как будут ехать. Я думаю, хорошо, у них опыта много, поэтому должны ехать. Ну, первую, может, гонку, две будут пристреливаться, а потом поедут отлично. Так, эти все автомобили мы видели в том году. Нализанный баклажан, так скажем, да? Бродяга, маэстро. Опасный, это Ейский район. Вот. Еще автомобили тоже здесь местные, с разных районов. Но это все краснодарские автомобили. Слипаешь у нас такой тоже ребилт прям глубокий получил. Новые колеса, новая резина, новый цвет. Теперь новая решетка. И даже с фарами. Хотя она сейчас слипаешь. В целом по салону все как бы с панелькой, даже почти на родных сиденьях. В общем, автомобиль едет в категорию стандарт, легко проходит. Потому что арки, как поедите, на месте. Все прям на легких дисках. Ребят, очень затянуто получилось вступление. Ну уж извините, столько автомобилей. Я хочу напомнить, что мы сейчас с вами не видели категорию туризм. Машины из туризма. А автомобили из спорта и экстрима, они все приедут завтра. Поэтому я не знаю еще. Скорее всего я буду видос теперь делить на два. То есть не одним днем делать все категории. Потому что это будет больше двух с половиной часов. Поэтому скорее всего будем делать день один и день два. Ну и хочу напомнить, что комментарий. Ваше мнение, лайк или дизлайк, это на ваше усмотрение. И подписочка, желательно с уведомлением. Потому что YouTube очень ответственно относится к распространению видео. Чем больше на него подписываются и смотрят реакции, тем больше оно продвигается. За это мой отдельный респект всем, кто ставит комментарии и лайкосики. Все, теперь точно на старт. Ой, хороший темп, ой, хороший темп. Как, как бродяга обогнал Макса. Трасса извилистая. Ее назвали неофициально 1200 поворотов. Очень много поворотов. Очень нужно будет активно работать пилотом руками. Очень много пилотом руками. Баклажанчик, вот-вот-вот про что говорят. Вот фишка две минуты. В этом году отменили ставить мешки. Лайба сбил, две минуты плюсом ко времени выходить не нужно. Для безопасности. Да, прям молодец, объехал, красиво. А, на повышенных нет. Вот, да. Так, нужно будет узнать, откуда у вас дядь Коля-Маэстро. Поворачивай, поворачивай, поворачивай. Хорош. На тоненького. Ай, ай, ай. Зажал. Вот. Прыжок. Глянь, как он ему не дает проехать. Ох, хороший. А, выбило, выбило. Опасный ИТАТЭК. Кто-то бережет машину. Кто-то сразу прыгает. Вторая с хрустом. И Люцифер, Александр, заканчивает первый круг. Видите, для чего получается откультивирована дорога? Чтобы был мягкий грунт, чтобы машина не так страдала. Потому что, если бы здесь было поле, то было бы намного жестче. Для трансфлисии. Слепыш. Нива оффроуд. Спешл тюнинг. Прикольные наклейки, заводские. Автомобиль Люцифер. Скатывается на четвертую где-то позицию. Чтобы проблемы какие-то. По-моему, разул колесо. Не знаю. Очень опасно. Сашка закладывает. Очень опасно. Из-за того, что мягкий грунт, можно поймать боковой зацеп. И очень легко лечь на бочину. Очень легко. Агрессивно. Очень агрессивно едет. Пытается вернуть свое первое место. Спустило колесо. Прям слышно было. Спустило колесо. Разулся автомобиль. Блин, а мы с Костяном сегодня тоже без Тайрлоков. Поэтому будем аккуратничать. Лайба хорошо едет. Лайба. Ах, как пыльненько-то. Второй год радует внешний вид. Машины всегда отполированы. Ровненько. Всегда прям пи***. Прям вот, уф. Пылище, ребят. Все для вас. Страдаю, но снимаю. Ой, ваш. 0,28. Спортивная. Тут уж не поспоришь. Спортивная. Мне всегда нравится, что парни в бою, в гонке еще успевают, блин, обратить внимание на операторов, передать вам привет, привет, помахать рукой. Это прям уровень. То есть для них это слишком медленно. Надо быстрее. Справа, как будто подбитый. Маэстро делает красиво, хорошо зашел, кстати, в поворот. Подумала. 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 Ну, это категория стандарт. Скорость неплохая. Но, как вы понимаете, автомобили едут без блокировок, потому что не установлены. А следующая категория, категория стандарт-про. И там будет совсем другая скорость. И там будет больше экшена. Чье-то сцепление горит. Так. Автомобиль Тотек 0,9. Хочу еще обратить ваше внимание, ребят. В этом году постараюсь все таблицы, результаты скидывать в нашу телеграм-группу. Ссылку на нее вы можете найти под видео. Там будут выкладываться, скорее всего, все результаты. Поэтому, за кого вы больше всего болеете за автомобиль, вы можете запоминать номера. Вот, допустим, Слепыш 0,8. Опасный 35-й. И у них на весь сезон эти номера остаются. Не вписался опасный. Подстраиваю Азик под номером 69. И с номерами Енот. На трех цилиндрах тоже нормально. Три это не два. Саня? Я не знаю. Смотри сейчас на жопу. Вон, видишь? А вот и Сашка. С раздутым, по-моему, колесом. С неработающим передним левым амортизатором. С выпавшей задней левой пружиной, я понимаю так. Машина просто просела. Но едет. Задней левой пружины нет. О, на передочке. Вазик на задке, Нива на передке. Ой, что-то звуки там какие-то страшные. Ой-ой-ой, Нива, как хорошо. Давай, давай. Опа. Опа, хорош. Активная гонка. Видите, как все плотно едут. Я просто нон-стопом снимаю, ребята. Это 0,90. 0,89 Лайба. 0,40 Ейский район. И этот рывок завершает автомобиль Lada Offroad номер 0,18. Повышенная передача. Черный УАЗ с открытым капотом. Охлаждают машину. Поливают на радиатор. 0,28 Спортивная. Это был эпичный момент. Я его, по-моему, не подснял. Потому что Макс чуть не перевернулся. Колея тоже не способствует повороту, если честно. Она же мягкая. Да. Вообще не жалеют тачки. Ейские пацаны неплохо идут. Машина держит. Все отлично. Движок крутит. Здесь слышны технические какие-то проблемы. И у многих уже автомобилей слышно, что то или иное работает некорректно. Мы встали с вами еще на одно интересное препятствие. Такая диагоналка с промойной. Прям такая очень интересная. Машины многие выходят из строя. Автомобиль турбо. Так, что же здесь будет? Смотрим. Четыре гонки. У бродяги поломано водительское сидение. Спинка отломалась. Но он сразу две позиции отыгрывает. Горка. И финишная прямая у них. Очень скоростная гонка. Но это спринт. Специально сделана такая трасса для первого этапа. Чтобы не угробить моторы в воде. Чтобы они прикатались, так сказать, к боевым условиям. У Макса что-то дымит. Да, закипел. Это был ремень, скорее всего, слетевший. И он задымился. И теперь Макс закипел. И переместимся сейчас еще на то препятствие. Неплохое. Здесь сход. Автомобиль турбо. Очень скользко на траве. Опасно едет, неплохо. Аккуратно. На этой трассе нужно ехать аккуратно. Потому что очень сурово. Много тряски. И тачки просто рассыпаются. ТОТЭК. ТОТЭК. Или ТОТЭК. Топливные технологии. Есть! Есть! И на камеру подпрыгнули. Молодцы! Маэстро впереди. Догоняет его бродяга. И еще одна Нива. К сожалению, пока не помню. Не запомнил еще. И это уже заключительные круги. Нива сих живет. Нива 0.28. Это спортивная, которая выпрыгнула. Нива сих тоже. Еще одна. Скочка. И поехали на финиш. Мы нашли черный УАЗ. Здрасте. Вы откуда? Мы с Григорополистской. Откуда? С Григорополистской. Это в Краснодарском крае? Ставропольской. А, Ставропольской. Что случилось? Водитель побежал за ремнем, ремень слетел. Слетел ремень, машина закипель. Да, да, да. Он сейчас сказал, что ремень еще в одном будет участвовать. А, в следующую категорию поедет. Сейчас накинут ремень. Вот, это нормально. Название у машины как-то... А, енот, точно, да, да, да. Ну, маленький, обычно на лобовом. Енот, точно, енот. А что троит? Подтраивает. Ну, по звуку как будто подтраивало. Хорошо. Ждем вас в следующей категории. Не, у вас там что-то раздатка вылетела один раз, так что... Да, 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 да. Ну, это нормально. Для УАЗика. Так что ждем в следующей категории. Все, спасибо. Удачи. Григора Полиска. Вот это станица. А это Макс. Макси староминской. Чем штурман еще и снимает? А, сережа, еб... Я не узнал Сережу в гриме. По штурману узнал. Макс. Что случилось? Макс. Где Макс? Макс. Макса нет. Машин закрыт. Лезть не будем без хозяина. Но все видели, что она закипела. Соответствующие потеки имеются. Категория. Стандарт. Плюс. Проточник. И у нас Кворум в 33 или 35 машин. Ребят, это просто что-то нечто. Такого не было. Ну, за три года моей памяти в спорте. Еще ни в одной категории. То есть, ну, 35 машин. Ну, куда? Трасса, в принципе, остальная все та же самая. Только добавили одно препятствие. Рамис. Хорош. Хорош. Стандарт про категория. Ой, что-то моторчик задымил прям. 30 плюс машин в этой категории. Очень много машин. Рамис. 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 Продолжение следует... 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 Есть обгон, КБР обогнали Так, Рамс, давай Все хорошо, идем Так, вот еще Интересная Нива синяя Сейчас заметите, вот она Вот эта Нивка, прям очень настольная Опа, чуть-чуть подвинул Ой-ой-ой-ой-ой Все хотели Да, я увидел Опа, вот ты лак Так бывает Акабураторный сел Акабуратор стел Нет У него очень хороший мотор У него очень склой У него трамплется Не, ладно Более однотоненького На крышечке Страф Страф Второй Все, начинается веселье О, поехал как У Людова тоже мотор подстраивает Но едет Едет, едет Ой-ой-ой Как они залетают сюда Да Но они все потом выезжают Вот видимо, стартер или что-то Севротехничка сразу Семь Хахахахахаха Ой-ой-ой ой-ой-ой Леха псих просто Ой, а там ступеньку, походу, неплохую нарыли уже А вот это прям сумасшедшие парни Прям молодцы Прям каждый круг в лужу влетают Они пытались починить, но что-то пошло не так На сходу парней Мишаня, ну ты что? Мишаня, давай! Вот и прилив Я же говорил, сейчас третьего не хватает Да то посмотрите колоночки Оп! Да, все! Вообще сейчас весело будет Вот, прилив Оп, 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 оп Вот это на Тониковани Красавчик! КНР-педа Нормально! Все, я очень узкие парни Пошли в сфере Опа, оп, оп! 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 Он реально просто воду угонит. Опа! Завел! Тащи, завел. Тащи, завел. Тащи, завел. Тащи, завел. Тащи, завел. Опа, завел. Опа, завел. Давай. Адинок. Возьмите. Темпы по дифонжу падают. По трассе ребята растянулись и многие с открытыми капотами стоят. Молодец! Молодец! Все хорошо! Все, коридор закрыт. Не-а, все, уже не взойдет. Вот помощь идет. Непонятно, что, но что-то происходит. Ишаня, туда-сюда. Так, чуть-чуть я поменял место из локации. Блин, с пушкой что-то случилось. С капотом стоит. С пушкой что-то случилось. Да, все. Накопали вот там прям хорошо. Не, здесь еще едем. Давай, давай, давай! На троид. Там хорошая была. Здесь уже тяжело подниматься. Выдернуть. О, все. Вот помог выдернуть. Да, он его дергал, он и редуктор пипа. Или привод. Или привод, да. Ну, может, они кинтри, поэтому помогут. А там воздух изначально натяг, легенький, поехал и сел. Так что он ходом туда. Ну, пацаны такие чистые. Такая пробочка образовалась. Срял он туда тоже поехал, нет? Зачем они все в одну пушку? А здесь что-то тоже морда не крутит. А, ну, я не вижу только лесо. Друзья, пока я снимал прямой эфир в наш Нельзя Грамм. Кто не подписан, заходите. Ссылки под видео обязательно есть. Трасса позволила интернетом скоростью записать прямой эфир, что я и сделал. Собственно, это было интересно. Прикольный опыт. И сейчас я закончил прямой эфир, потому что остановили гонку. Автомобили стоят на тех же местах, где и были. То есть 35 участников на трассе, но автомобилей было, стартовало. Но никого сейчас на трассе нету и никто не едет. Вон там передвижение. Одна машина с открытым капотом. Это пушка. Пушки закип... Пушка закип... Ну, автомобиль троил. Потом закипела. Постоял. Вроде что-то завелась. Поехала. Но тоже недалеко уехала. И все получается. Больше я не вижу участников. Хотя автомобилей было очень много. Там много зрителей. Я так понимаю, что ты сейчас... Там лютая проблема. В... Луже. Давайте переключимся, потому что там снимает Костян. Короче, тут вообще жесть. Здесь машина сидит. Там сидит. Там нивы уже не проезжают с того края. В общем, тут гигантская пробка уже. Как? Но машина, по-моему, пинты у него, нет? Уже все. Уже все. Уазика вон почему. Прям так намотать. Да, у них пинты не работают. Да ладно, его шакл с той стороны висит, давайте. Зачем тебе подпирают его? Пока подпирают. Пока подпирают. Пока подпирают. Ну, а с шевика сдернули. С шевика. Нет, смотри, не работает. Нет, у вас. Все, не вытягивайте. Парни спасают айфоны. Включается. Все, хорош. Ну, что? Вот, все, потихонечку сейчас пойдет. Не пропускайте там всех. Все, не Васик? Не пошел. Я не могу сказать, что он не пошел. Нигде. Слышь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Небольшое касание. Вон человек счастливый. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А у этого... Давай. Давай. Вперед, вперед. Давай. Вперед. Давай. чуть-чуть назад надо да граммит возобновилась гонка да кто-то сидел все-таки в луже вы это видели я нет и дальше поехали у вас конечно есть технические проблемы автомобилей него 074 по моему синего цвета которая joker и еще два уаза к сожалению не в пока не наблюдаем дагестанский уаз и николай москва давай 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 он чуть-чуть назад и дать а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 получается одного больше тянет чем другого но начали землю убирать пока не тянутся подойду посмотрю картошку накопали знатно так тут порвался трос анива стояла смотрела стояла смотрела и заехала по бортику якорь говно он как раз под нужным углом штурмами сегодня думает немного все наматывай на преднатягах лебедка в базе вторая машина второе место хорош молодец здесь парни продолжают вместе работать это прям прикольно вот когда сложно начинают думать я вот до такого наверное не додумался анатолий хочу ваше экспертное мнение это человек 15 лет снимает и в малайзию на рфс ездил вот такого не видел вот пацаны можно патентовать смело красавцы нива сила лук был плохой торгали это была лебедка а ремень а хрустела так как будто лебед отрос где надо отъехать и друг мне кажется подскосить немножко ну да да тут и наши бы не потянули ну с такой мордой понимаешь он как бульдозер работает конечно но ничего зато опыта пацанам в первую гонку сразу много новации превыше всего смотрите что придумали чтобы вверх машина тянулась они трос перекинули неправа вот и трос вот кто говорил что троса может убить синтетика не стреляет как металл она просто обрывается и все а если бы а если был бы трос это полметра был бы ниже те поколение ноги обрезала нахер и все поэтому рядом с виталлическим не стой посмотрим у него есть план получается у вас и него приехали на второй круг сейчас кто выйдет тот и первый но у вас плотно прилип но у него и якорь плохой так у сашки до красной ниве проблемы обрывала ремень зарядки нет лебедка без зарядки естественно не тянет там то там газу и газу и газу и газу и газу и газу и зубы вата и матай 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 Я б на их месте сейчас приехал на финиш и остался и сказал, я все. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 Вон он, уголи! Ну уголи, ты глянь. Езжай туда. Ух ты, ух ты! Ух ты! Ух ты! Продолжение следует... 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 Давай, 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 давай. Вот где-то там яма. Своё, вот там яма. Не обращай на них, не мая. Стой, 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 там где-то яма. Вот там, вот здесь, да, яма. Аккуратно. Переезжай. Пошёл. Аккуратно, да. Мы сейчас прикатываем, понимаем. Давай, давай, давай. Давай, давай, бухадай. А не туда, а! О, шесть! А на сколько входа вышло? Потому что он не так билет, что он билет. А, он не сюда право. Не копай, не копай. Не копай график. За ним! За ним! За ним! А, он не так билет. Аккуратно. 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 О,ửа. Аккуратно. Аккуратно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Есть радиатор 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 Есть радиатор